Привет, это инспектор ЗОЖ в Петербурге. Сегодня мы пришли постигать тайны и мастерство бадминтона в нашу любимую комету. Тренер по бадминтону Николай. Николай, мы находимся в этом зале, здесь 7 и кортов, насколько я понимаю. На данный момент 6. А, на данный момент 6. И народу, как мы видим, гигантское количество. Вот сколько сейчас здесь занимаются людей? Я не могу так быстро сосчитать количество, но если представить по 4 человека на один корт, то 6 на 4 минимум 25 человек, а так вообще, я думаю, что больше. Вот я пришел на бадминтон, собираюсь провести тренировку, позаниматься. С чего мне начать, Николай, то есть как начать проходить разминку? Ну, прежде всего, нужно подготовить суставы к работе, то есть каким-то образом размять свои суставы, да, там кисть. Прежде всего кисти, да, плечи, плечи, локти, потом шейку, ну, перейти после этого к каким-то движениям, там, можно начать с гладкого бега и так далее. Тот кружочек немного разомну суставы. Да, вы пока не торопитесь, давайте просто, да, можете на месте размять все суставы, а потом уже пробежаться по залу туда-сюда. Ну, начинать, наверное, с головы, да? Можно, да, начинать с головы, наклоны вправо-влево, вперед-назад. А что нужно для того, чтобы ребенку или взрослому начать заниматься бадминтоном? То есть, кроме вот спортивной одежды, какое оборудование необходимо? Ну, естественно, ракетка нужна и валан. Ракетка валан, вот видите, здесь у нас также оборудованы порты, да, с сетками, натянутыми. Вот, сетка на определенной высоте, но чтобы начать сначала, можно и без сетки. То есть, просто ракетка и валан. А сколько часов у профессионалов выдерживает валан? Часов? Речь идет о минутах, да? Часов не выдерживает точно. Конечно, счет идет на минуты, вообще в среднем 1-2 розыгрыша валана, то есть, грубо говоря, может быть там 40-60 ударов и все. Так, ну что я могу сказать, да, очень много здесь детей народу, явно вид спорта вовлекает людей. За вовлеченность, конечно, 5 баллов. Таким образом выглядят профессиональные ракетки. Они, даже если брать бренд у них одинаковые, они различаются по весу. И даже в рамках одного бренда, одной марки, они также имеют различие по весу и по толщине ручки. Это тоже очень важно на профессиональном уровне. С учетом того, что уже сказал тренер Николай, можем опять же за доступность выставить, разумеется, 5 баллов. Спорт доступен как в плане того, что сюда можно прийти и начать заниматься, так и в плане снаряжения. То есть, чтобы начать заниматься бадминтоном, ну, не нужно практически ничего, да, это элементарная спортивная форма, ракетка и вала. В общем, бюджетный вид спорта, поэтому за доступность 5 баллов. С чего мы начнем? С чего начнем? Мы начнем с ударов перед собой. Удар перед собой? Да. Нежесткие, мягкие удары друг на друга. Интересно, через сколько времени я устану? Потому что без спорта очень энергозатратен. Значит, второе. Сначала начинаем с открытого удара, потом идут удары сверху. Достаточно неплохо. Единственный момент – это перед тем, как ударить, то есть во время замаха локоть нужно поднять, отвести немножко за себя. Да, вот так вот, да? Да. По аналогии, как подача в теннисе большом. Нет. Вот, хорошо. Здесь, на самом деле, нужно соблюсти два небольших условия. Первое – это поймать валан перед собой, перед собой над головой и кистью закрыть вниз. Пока что нету, не соблюдены эти два условия, поэтому валан летит параллельно полу. Согласен. Хорошо. Далеко. Но уже лучше, да, вроде? Да, уже лучше, но это дело навыка, что мы сделали не такое большое количество ударов. Я попил водички, между упражнениями передохнул. И могу сказать, что здесь очень комфортно. Помимо того, что большой, светлый, просторный зал, все оборудование здесь есть. Поэтому сразу можем поставить и за комфорт, и за оснащенность по 5 баллов. Продолжаем тренировку. Интересно, что дальше? Есть ли какие-то специальные бадминтонные пушки, как в теннисе, или вот в настольном теннисе есть робот, который выпускает? Да, да, теперь есть. Мы сейчас как раз с разработчиком проходят у нас на базе кометы тестирование пушка. У нас одна до этого была уже приобретена, но она могла в силу своих возможностей выбрасывать валан только в одну точку. Теперь уже есть робот, который может раздавать разную высоту полета и так далее. У нас, если ракетка в правой руке, то выход к валану осуществляется также и правой ногой. Всегда, да. Что касается правой стороны, то же самое в левую сторону, правой ногой. Левой ногой, да, вперед. Правой ногой. А, тоже правой ногой. Тоже правой ногой, да. Я знаю, я знаю, сквош, это левая нога, но вот бадминтон у нас... Всегда правая нога. Всегда, да. Все выпады вперед к валану правой ногой. Понял. Ну, если ты левша, то тогда левая. Да. Хорошо. Движение должно быть вперед-вверх. Ты очень близко подходишь к сетке, очень близко оказываешься от валана. Ага. То есть ты валан обрабатываешь согнутой рукой. Да, да, да. Я все время чувствую, что он где-то рядом со мной. Чем плохо обработка мяча согнутой рукой у нас в бадминтоне? Тем, что у прямой руки, когда рука прямая у нас здесь, амплитуда работы кисти составляет, да, ну, больше 180 градусов. Как только мы сгибаем локоть, уже кисть так повернуть невозможно. Сразу вариаций меньше, да? Физиология. Вот. И ты делаешь так, что принимаешь валан с согнутой рукой. Да. Поэтому кисть не свободна, из-за этого ошибся, из-за этого не можешь ей управлять. Да. Что нужно сделать? Опять же, выйти примерно в центр корта. Угу. Приготовиться. Валан полетел вниз. Первое делаешь, сразу же вытягиваешь руку к валану, либо вправо, либо влево. Вытягиваешь. И потом уже начинаешь движение ногами. Раз. Два. Да, понятно. В теннисе очень любят, да, как же он называется, я забыл, к сожалению, вот этот вот удар. Ну, когда с задней линии игрок бьет. А что значит любят? Ну, я имею в виду, любят покрасоваться этим ударом. В бадминтоне вот это вот пижонство, оно развито или нет? Ну, развито в показательных каких-то матчах. Про профессиональных такого позволить себе нельзя. Ну, можно, люди позволяют, если уверены в своих силах, то, в принципе, конечно, почему бы и нет. У нас куча ударов защитных, когда валан летит там в какую-то точку, да, ты разворачиваешься здесь, из-за спины, из-под ног. Ну, куда летит валан, оттуда его и приходится выбивать. Это обусловлено тем, что скорость ответа очень высокая у нас в бадминтоне. И скорость самого снаряда, она, ну, среди игровых видов спорта, это самый быстрый снаряд, это валан. А с какой скоростью летит? Рекорд скорости установили, по-моему, 390 км в час или что-то такое. Это очень прилично, да. Ну, это самый быстрый из игровых видов спорта снаряд. Вот начальная скорость полета очень высокая. Соответственно, корт небольшой, гораздо меньше, чем теннисный. И время на то, чтобы понять, что сделал соперник, увидеть валан, самому еще придумать ответ и его выполнить гораздо меньше. Для чего выпад, длинный шаг мы делаем? Для того, чтобы остаться хотя бы частью своего тела, да, ближе к центру корта. Чтобы мы могли быстро потом вернуться в центр и выйти на следующий удар. На примере этого, да, ты, я думаю, смог понять, насколько важна для нас техника перемещения. Да. Правильная техника перемещения позволяет нам успевать к валану и обрабатывать его в удобной для нас точке. Николай, чтобы у вас много времени не отнимать, можем напоследок пару розыгрышей, вот как если бы мы играли на счет. Просто чтобы я почувствовал, как это вообще происходит. Конечно. Так, ну, поехали. Поиграем немного на счет. О! А! Не успел. О! О! Хорошо. Николай, спасибо. Пожалуйста. Очень круто поиграть. Ну, приходите, если есть желание. Да, бадминтон оказался сложным, трудозатратным и энергозатратным видом спорта. Я рад, что пришел сюда и со мной позанимался настоящий профессиональный тренер. И могу сказать, что у меня осталось отличное общее впечатление. Разумеется, 5 баллов и у нас 25 из 25 сегодня. Это был инспектор ЗОЖ. Увидимся на других видах спорта. Пока!